Всем еще раз добрый вечер, дамы и господа, с вами Грин, и сейчас мы будем рассматривать все, что известно на данный момент о дополнении к Age of Empires Rise of Rajas. Перевод, кстати говоря, Rise of Rajas это восстание Раджи, или как-то так это можно перевести, что за Раджас и что это вообще человек, или это нация, или так далее. Google ответа мне не дал, к сожалению, поэтому оставим это на совести переводчиков и будет просто Rise of Rajas, или просто новое дополнение у нас сейчас в эфире. Всем еще раз привет. Итак, поехали к первому, к первому нашему тезису. Естественно, это все, перевод большого довольно патча, который был выложен, большого описания, который был выложен недавно на странице в стиме, странице магазина. Будь лаской, ссылку на твой ютуб, блин, где-то в описании есть, поищи, там Раджа, феодальный властитель, князь в Индии. Но там не Индия, там вот в том-то и дело, что не Раджа. Рассвет Раджи вряд ли, вряд ли. Там восстание это переводилось как, ну ладно. В общем, добро пожаловать в Rise of the Rajas. Третье. Новое дополнение во вселенной Age of Empires 2 за прошедшие 17 лет. Соревнуйтесь с друзьями, используя 4 новые цивилизации, новых юнитов, технологий и постройте свою империю, как на воде, так и на суше. Изучите великих героев Юго-Востока, Юго-Восточной Азии в 4 новых компаниях и победите врагов с помощью орд-слонов под вашим началом. Патч для бурятов. Итак, первое, что добавили, это 4 новые нации. Самое интересное, пожалуй. Бирма, она же Мьянма. Кстати говоря, у меня студенты. В моем вузе есть целый факультет из Мьянмы, студенты там учатся. Но я не знаю, как их правильно называть. Бирмчане, берсмачи, хрен их знает. Они собрали в свое время самую большую империю в Юго-Восточной Азии с помощью армии боевых слонов, которые могут разрушить большинство мощных укреплений, конечно же. Бирманский уникальный юнит Арамбай. Конница с дальней атакой, которая наносит смертельный урон, но имеет низкую точность. В чем фишка? Ребята, я так понял, что это наподобие камаюков. То есть конница, которая имеет некоторый радиус атаки, но при этом толком не попадает, как вы могли догадаться. То есть это что-то знакомое с камаюками, которые тоже как пики, только на дальности в один тайл. Что-то в этом роде. Арамбай, типа конктов кто-то? Нет, не конки, нет, в том-то и дело. Что это не стрелковый юнит, это, по-моему, как я понял, это не совсем стрелковый юнит. Это вот именно юнит, который бьет какой-то длинной палкой. Но, возможно, я ошибаюсь. Там было написано рейнджд юнит, а не арчер юнит. Кавалерия рейнджд юнит. А стрелоконные лучники называются кавалерия арчерс. Так что как-то так. Так, да нахер не игнорь донат Муна. Что там, Мун еще задонатил что ли? Да вряд ли он задонатил еще. Ружбу янить, ема, задолбал, ебогу, сержант. Так, я, конечно, проверю, но я сомневаюсь, что он настолько солидный. Так, бед тоже пехота. Так, бед пехота, но она стреляет издалека. Патч пробурятов. Неплохо, неплохо. Ну, короче, нет ничего. Так, косарь. Да, только это я как бы только что прописал сам. Так что не надо. Все донаты Муна вместе взял. Я же говорю, его донаты не приходят оповещениями. Так что это я сам только что. Обозначил, что он нам в сумме тысячу уже закинул за прошедшие два стрима. За что ему большое спасибо. Тут три сообщения про донат заигнорил. Так, он задонатил одну тысячу, которую я просто-напросто вручную ввел. Так что не надо тут. Ля-ля-ля. Вот и все. Так что как-то так. Я хотел, что происходит. Мы сейчас обсуждаем новое дополнение. Так предупредил бы. Ну, блин, я и сказал, что мы в перерыве все это сделаем. Ладно, сержант. Просто-напросто кто-то не умеет слушать. Далее. Так тебя же не было с компом. Я в этом моменте сидел за компом. И я взял и ввел это все. Вот и все. Малин. Так что не тупи. Далее. Мали. Малайцы. Не путать с малийцами. Я вот чуть был не оговорился. Стоп. Акхмер. Мы поговорили? По-моему, нет. Не поговорим о Акхмерах. Так. Ты меня заколебал, ей-богу. На тебе. Кто еще там хочет побуянить? У меня плохое настроение встало. Потому что я голодный. Вообще, самое главное в Новом Адоне это куча слоников. Вот о слониках мы и поговорим. Посудите сами, друзья. Вдохните. Вдохните. Постройте самую большую святыню в мире и соберите бессмертную армию разрушительных осадных орудий. Уникальный юнит кмеров. Слон-скорпион. Ну или баллиста-скорпион. Баллиста-слон. Расположенная на спине слона-баллиста, которая может пускать по две стрелы одновременно после улучшения. Невероятно просто. Здесь, по-моему, на скриншоте нет, но мы скриншоты позже рассмотрим. То есть, что-то совсем уже странное. Потому что... Ну окей. Главный вопрос, на самом деле, у всех этих слонов. Что будет с монахами? То есть, монахи, помнится, раньше слонов элементарно перевербовывали. Сейчас слонов добавили кучу. Монахи также будут легко их перевербовывать? Или у слонов появится какой-то иммунитет? Или у индийских слонов появится иммунитет, а у этих... А у африканских слонов, ну, персидских, не останется их. Жалко слоников. Я за них... Я за них перцев обожал. Так сейчас будет еще дофига слоников. Смотрите. Малайцы. Завоюйте юго-восточную Азию. Это, если что не я писал, это все переводы текстов, которые были написаны в анонсе. Завоюйте юго-восточную Азию вместе с огромной островной империей малайцев. Наверное, это малайцы, но вот здесь перевод мне выдал именно такой. И улучшите доки до гавани, которые могут пускать стрелы. Кстати говоря, когда-то у нас на стриме подымалась эта идея, чтобы можно было расстреливать, ну, как замки, чтобы работали доки. Возможно, это именно они. Вот здесь вот на скриншоте показаны. Малайский уникальный юнит – это керамбитовый воин. Невероятно дешевый пехотинец, который может быстро сокрушить врагов. Вот такое вот у него описание. Вьетнамцы. Поведите ваших людей к независимости и ведите партизанскую войну с помощью невероятно мощного набора стрелковых юнитов. Вьетнамский уникальный юнит – это ротанговый лучник. Ротанговая пальма, кстати говоря, есть. Может быть, он на деревьях может залезать. Тяжело вооруженный стрелковый юнит, который устойчив к атакам вражеских стрелков. То есть, типа, скирмиш, только лучник. Деревянные башенки, дешевые раши. Типа вот так. Привет, Акзарам. Я все правильно увидел? Там были слоны со скорпионами. Да-да-да, ты все правильно увидел. Это мы обсуждаем новое дополнение. Я думаю, что это не займет много времени. Четыре полностью озвученные кампании. Это следующая главная фишка, которую позиционируют как особенности данного дополнения, данного DLC. Вообще, надо сделать, чтобы монки могли слоников только в упор конвертить, как здание. Смей, слон скорпион, да слон перетянутый за уши? Нет. Нет, это просто-напросто слон, на котором здоровенный такой арбалет лежит. Не знаю, зачем, но все же. Не, в упор, ты знаешь, это тупо немного, потому что слоны имеют мощный урон, причем по сплэшу, поэтому это не очень. Вот делать... Сделать... Опечатка доминатекс, ну что поделать? Сделать, например, им устойчивость какую-то определенную, это, по-моему, вполне годно. А эти новые цивы не будут слишком имбовыми по сравнению с текущими? Вот это главный вопрос, то есть мы не знаем, какие точно дополнения там будут. Но мы уже знаем уникальные технологии, например, про гавани мы можем узнать. То есть это наверняка будет коронка в замке. А кампания может быть не полностью озвучена? Да, может. Моревик, привет, кстати говоря. Может быть сделан так, что озвучены вступительные ролики, а тексты диалогов в самой кампании не озвучены, как это было, например, в African Kingdoms. Может полностью быть озвучено, как это было в Age of Empires 2, когда озвучены не только вступительные ролики, но и все-все диалоги внутри самой игры. Если надеть на слона шапочку и свадьги, спасет ли это его от монаха? Сомневаюсь. Так, это как кота-пес, только слона-скорпион. Да-да-да. Единственный в своем роде. Переходим к кампаниям. Честно сказать, не успел я перевести это, потому что переводил буквально вот в последние минуты перед самой игрой и перед самим стримом. И сама идея сделать такую презентацию возникла, ну, довольно-таки поздно. Так, в общем, Гайя Мата. Гайя Вата, я не знаю. Не, не Гайя Вата. Гайя Мада, скорее всего, так звучит это имя по-русски. Один из островов Ява. На одном из островов Явы возникает новая сила. Гайя Мада, премьер-министр, друзья. Мои дополнения выйдут 19 декабря. В African Kingdoms все озвучено. Разве, по-моему, нет. В African Kingdoms не озвучены диалоги внутри самой игры. Уже когда ты на карте находишься. Будем всем чатом переводить. Да, переводите. Я потому что не знаю, что это значит. Так, премьер-министр Майя Пахита. Конскрипт распорядился, наверное, или постарался построить империю. Империю. Империю волн и островов Архипелага. Так. Нет, сложно. Сложно, сложно. В общем, мы сумеем ли мы обуздать его растущие амбиции? О, Сурьям Нам. Вот его я знаю. Это парень у нас в цивилизации появлялся. Так, надеюсь, будет стоить недорожить 300 рублей. Я тоже на это надеюсь. Вряд ли будет фул прайс. Я только что играл в African Kingdoms и все озвучено. Ну, не знаю. По-любому покупать придется. Я бы... Было бы фришное было. Нет, по-любому покупать, естественно. Что ты хочешь, а не бесплатно, чтобы тебе это сделали. Много хочешь. В раннем... В начале. В начале 11-го столетия Khmer Empire из... В Турмойл. Может, Кризис какой-то. Торнопарт. Нет, я не знаю. Окруженная какими-то соседями. Он... Только принц... Только один принц. Сурьям Нам. Имел достаточно храбрости. И... Калин. Не знаю. Отваги, может быть. Чтобы разрушить их планы. И восстановить их мер. В его былой красоте. Прорываясь к трону, однако... Так, не-не-не. Так, Вилл все время сумеет ли... В общем, знаете что? Давайте так. Мне примерно так же интересна история, думаю, ну, в смути-кризисе. Примерно так же интересна история всех вот этих вот ребят на английском, как вьетнамцам интересна история Российской империи на русском. Поэтому давайте просто-напросто посмотрим. Вот этого вообще на русский не перевели. Ле Луи какой-то. Когда гражданская война распространилась, Дайвет упал в хаос. Империя Мин вторглась и захватила контроль. Теперь только одна надежда на свободу от оппозиции, наверное. Так, ну, или ответственность лежит на одном мужчине, на одном человеке. Это Ле Луи. Ну, это я так понимаю про Вьетнам компания будет. Новые стандартные юниты, друзья. Вот это уже я перевел, вот это интереснее. Стандартный юнит, боевой слон, он будет создаваться в конюшниках и доступен каждой из новых цивилизаций. Боевые слоны — это медленные и сильные коинные юниты, которые смертоносны в ближнем бою. То есть, в принципе, очень похожи на персидских слонов. Каждая новая цивилизация имеет свои бонусы, которые отличают этих самых слонов друг от друга. Как-то все примерно так. Имперский застрельщик. Имперский застрельщик. Вдумайтесь в эту фразу. Мы все знаем элитных скирмиш, элитных застрельщиков. Это, на самом деле, долгожданные улучшения, хотя, как написано в анонсе, однако, на самом деле, это создает некоторые вопросы, потому что и обычные скирмиши со своими задачами прекрасно справлялись. Что будет делать имперский застрельщик? Это большой вопрос. Однако, есть одна тонкость. Это улучшение доступно для вьетнамцев и всех их союзников. То есть, если у вас в команде нет вьетнамцев, или вы сам не вьетнамец, то ничего не получится. Да, как имперский верблюд или как генитуры. Так. Так что, как-то так. И теперь переходим к разбору скриншотов. Ну, что тут можно заметить? Что-то похожее на то ли чудо, то ли замок, на самом деле. Вообще, архитектура довольно необычная. И, по-моему, тут у нас сейчас мы видим сразу две эпохи. Феодальную и замковую. Ну, если честно, вот честно скажите, вам нравится такая архитектура? Я понимаю, что она национальная, все дела. Мне кажется, она уж слишком вычурная и как-то атмосферная. Но перегруженно смотрится в сравнении с оригинальным внешним видом многих наций. Так. Это он. Это он, конный слон, скорпион. А как же рубль по 30? Нет, рубля по 30 не будет. Увы. Так, доллар по 30. Вот же на этой картинке слон с баллистой. Да-да. И что, пути? Не вижу. Я вижу двух обычных слонов, но это не баллисты. Это там на слоне какое-то копье, по-моему, висит. Для замка тайлов много занимает. Тогда это, скорее всего, чудо света. Вот это вот чудо света. А вот то вот, скорее, замок. Вот здесь вот мы видим. Плюс к этому очень такие вычурные стены. Нет, это башенки. Это башенки, домики мы видим. Подозреваю, что здесь у нас находится пара монастырей. Ну и, естественно, мы видим юнитов. Юниты обычные слоны. То есть, это, скорее всего, погонщик слонов, ну или кто-то, кто палкой тычет. Палкой тычет. Здесь у нас явно универ. Не, ну вот это рынок, это понятно. Что вот это за здание, если честно, угадать довольно сложно, потому что оно закрыто, если... Ну, большая часть его закрыта. Может быть, это просто-напросто какое-то здание, о котором мы еще не знаем. Нет, такого не может быть. Все здания мы знаем. Заметьте, кстати говоря, многие новых текстур деревьев. То есть, у нас есть, конечно, привычные пальмы, но в то же время и всякие мангровые леса и так далее. Погонщик слонов, да, погонщик слонов, скорее всего. Также тут есть лучники. Это, скорее всего, вьетнамские лучники. Еще есть конница. Это уникальный юнит. Я подозреваю, рынок другой сывы. Может быть, но вряд ли они сделали, нарисовали 2 оформления для Индокитая. Вообще, сомневаюсь в этом. Скорее всего, может быть, это универ, может быть, это просто текстурка. Это так кажется. Все новое сразу глаз решет. Я играл в третьих героев с любительским дополнением. Рок и т.т. Новый замок изначально смотрелся очень вычурно. После нескольких игр город словно появился с оригинальными замками. Слился, я так понимаю. Полностью влился в игру. Почему же появилось же новое здание у португальцев? Да, появилось. Но я сомневаюсь, что они добавят тут что-то новое. Почему-то. А сколько лет вторая цива без патчи была? Понятнее не имею я. Я ко второй циве не имею никаких отношений. Никакого отношения. То есть мы видим, судя по всему, вот эта дешевая пехота. То есть все уникальные юниты здесь. Лучники вьетнамцы. Дешевая пехота малайцев, кажется. Плюс к этому слоны, вот только слонов со скорпионами нету, но при этом есть у нас конницы еще. И мы, к примеру, можем представить, как они выглядят. А это что такое? И вот здесь справа, кстати говоря, по-моему, это яки или какие-то интересные животные. Вот здесь тоже можно заметить. Я не понимаю, кто это, но это явно какие-то новые. Новая живность, новая дичь. А, кстати говоря, затерялась осадная мастерская еще вот здесь имеется. И, по-моему, вот где-то здесь универ. Вот это, наверное. И монастыри. Вот монастыри два. А вот это универ. Да, так и есть. Домики тоже здесь стоят. Но это, кстати говоря, домики красного, по-моему, игрока. Поэтому тут у нас все по-другому. И статуя Будды на заднем плане. Здесь уже батальная сцена. Можно заметить, что... Так, буйволы. Да, скорее всего, буйволы или что-то подобное. Так, кстати, там не импы. Это же кассл. Ну, возможно, синимпы. Так, тут... Ну, может, в редакторе поставить. Почему нет? Нет, не видел. Ладушек. Потом посмотрю. Монастырь, наверное, справа с Будды. Нет, скорее всего, просто обычные декорации. Какие довольно часто мы видим. Вот, теперь уже лучше можно взглядеть замки. Это действительно замки. А вот это вот у нас конюшня, судя по всему. А вот это казарма. По форме можно довольно легко угадать. Мельница появилась на карте. И видно, что архитектура и внешний вид лодочек в этот раз не изменен. Огонь на заднем все такой же убогий. Ну, что-то остается вечным. Кстати, заметьте, здесь выглядывает кусочек таун-центра. Явно это имповый таун-центр. Уже очень красиво он выглядит. В скобочках. Все равно я считаю все это слишком вычерным. Это еще одна конюшня, явно. А, вот это домик, понятно. За замком нижним ратуша. Да, ратуша. Задержка, по сути по всему. Очень как-то скромненько, на самом деле, на фоне всего этого великолепия выглядят доки. Немножко мне казалось, что они будут побольше. Здесь вот мы видим уже довольно хорошо слона-скорпионов. Но, правда, я не вижу ни одной стрелы, которую они пустили. Может быть, вот это вот их стрелы. Но это спорный вопрос. Видим, что у одной из наций есть чемпионы. Есть пики, но не знаю, это фуллап пики, не фуллап. Тараны, требы. То есть, ну, идет явно атака. Слоны у нас встречаются в дикой природе. И, заметьте, леса, новый лес еще снова появляется у нас. То есть, это явно высокие довольно рощи. Говорили, что, ну, ладно, до этого мы дойдем. Но это там вроде два типа леса будет. Слева два каких-то слона без амогнировки. Это, скорее всего, просто дикие слоны. Заметьте, кстати говоря, что текстуры немножко по-другому выглядят. То есть, по-моему, тут другие текстуры дерева. О, другие текстуры дороги. И плюс к этому вот здесь вот текстура новая. Новая трава появилась. То есть, ребята еще немножко территорию добавили. Добавили, допилили. Итак, переходим к следующему слайду. Ну, здесь уже знакомое нам чудо света. Снова, снова доки. Кстати говоря, по-моему, вот это прапанные доки. Давайте посмотрим. Видите? Разница, по-моему, ощутимая между доками. Вот эти вот, это просто с обычной крышей. А здесь они уже с какой-то такой башенкой имеются. Короче, их всех от стек за контрит изи. Возможно, кстати говоря, возможно. Снова слоны-скорпионы. И получается, что это как раз те самые башенки. Башенки, которые отстреливаются и стреляют на воде. Я подозреваю, что это они и есть. Снова мы видим башни. Рудник появился, кстати говоря, на горизонте. И кузница на заднем плане. Вот теперь мы знаем, как они тоже выглядят. Но слоны-скорпионы же... Слушай, давай по-русски, пожалуйста, пиши. У нас все-таки русскоязычная трансляция. Мне тяжело переводить. Так, вот же такое придумали. Поверить в такое, я так понимаю, да? Слоны у нас, смотрите-ка, ломают здесь стены. Кстати говоря, стены явно усиленные. Вот снова мы получше видим казармы. Ну, такое себе на самом деле. Казармы очень вычурные. Слушайте, может быть, это реально внешний вид? Нет, скорее всего, знаете, это местные типа. Типа местные. Кстати, внизу, вот здесь, справа, спойлеры немножко к компаниям явно. Явно спойлеры к компаниям. И смотрите, кстати говоря, на воду. Она имеет другой цвет. Я раньше не замечал этого. Но, по-моему, они что-то сделали с водой. Она более яркая. И, по-моему, это... Ну, то ли текстурки такие, то ли еще почему. Но вода выглядит приятнее, чем... Чем, по-моему, в оригинале. А далее смотрим. Пшеница. Но это, кстати говоря, уже... Ну, трава высокая. Это уже бывшие... Были такие вещи. Новый мост. Сразу заметно на следующем слайде. Судя по всему, это какая-то крепость. Мне нравится внешний вид деревьев и здания. Не, знаешь, выглядит аутентичненько, но просто-напросто непривычно. То есть, то, что это какая-то другая такая непонятная страна, это верится легко. Единственное, как-то колхозно в этом плане смотрятся средневековые рыцари и, опять же, средневековые мечники на этом фоне. Но это условности игровые. Если бы каждая нация имела свое оформление чемпионом и прочим юнитом, это было бы уже немножко лишним, если честно. Так, что мы видим? Ну, во-первых, мы видим, что здесь кто-то поленился и геймдизайнеры поставили три одинаковых дерева подряд. Это палится немножко. Также можно заметить, что здесь у нас снова видно конюшню. Из конюшни, я вот только сейчас заметил, торчит слон, а не задница лошади, как на обычных этих... Хотя они лошадь тоже торчат. Но почему-то они, как обычно, пятой точкой, а вот здесь уже слоник появился. Слоны, кстати говоря, по-моему, не такие большие, чем персидские. Ну, это, по-моему, уже привычно. Далее смотрим, что еще флаги новые появились. И мы видим теперь впервые стрельбище появились в кадре. Ну, практически мы можем составить уже представление о всем внешнем виде, всех зданий и так далее. Надо в динамике смотреть. Ну, в динамике, я думаю, что ничего особого отличаться не будет. Кстати говоря, новые явно камни, текстуры. Ну, в общем, это все камни уже, текстурки такие. И можно заметить, что действительно ребята нарисовали определенное количество нового оформления. Вновь уникальный иконный юнит показан нам. И, по-моему, мне показалось, что здесь у нас какие-то ребята есть, но вроде никого нет. Блин, очень красиво, слушайте, вот правый угол, левый угол, посмотрите, очень красиво оформлен. То есть, статуи Будды очень органично ребята вписали. И вообще красиво все выглядит. Так, деревья и камни крутые, а вот вода, как на Мальдивах, не очень. А мне нравится такая вода, на самом деле. Как-то красиво выглядит. Не все же в зеленые лужи рисовать. Как-то неожиданно это дополнение вырезал. Да. Кстати говоря, это повод побеспокоиться, то, что раз они так неожиданно его сделали, значит, не было времени на грамотно продуманную пиар-компанию. Раз не было времени на пиар-компанию, значит, будут баги и лаги. Потому что делали все в последний момент. Конных копья нет, значит, скорее всего, как бета, только на лошади. Может быть. Может быть. Так, далее смотрим. Ну, это явно какая-то стартовая локация. Причем очень красивая стартовая локация. Чудо света, явно другая нация. И, по-моему, смотрите-ка. Нет, скорее всего, сюжетный кюнит. Потому что монахи у нас обычные. Снова белые, снова довольно-таки казуальные в этом плане. Ну и, наконец, переходим к самому сладкому, друзья. В эти выходные будет проходить битва за Ангкор. Так называемый, это первый турнир, официально спонсируемый Майкрософтом за очень долгое время. Будет проходить он в Выжди-версии. И принимать в нем участие будут 8 топовых игроков. Так, MixFighter, привет. Сегодня были уже те, у кого после патча игра не запускается. Да, я не знаю, что делать. Sorry. Я предлагаю проверить целостность или переустановить игру. Битва за Ангкор пройдет с 17 по 18, будет проходить по вечерам. Я пытался пробиться в качестве официального стримера, но, к сожалению, особенности комнаты и хреновый спектатор мод обломали весь кайф. И по факту меня не пустили, потому что там просто нету места. Максимум может быть 6 стримеров. И в результате 6 стримеров уже найдено. Поэтому ребят сказали, что да, мы бы с удовольствием на международную площадку, на разные языки пустили стрим. Но, к сожалению, такой возможности у нас нет. В общем, суть в следующем. Я попробую выбить из ребят реплей, и в это воскресенье мы начнем смотреть реплей данного турнира. Потому что, посудите сами, знаете, кто там участвует. Во-первых, призовой фонд 3000 долларов, что уже неплохо. Стримить будут Zero Empire с Resonance 190 и Цуниферт. И, я так понимаю, еще 2 каких-то человека. Возможно, будут там присутствовать. Возможно, Мэмп и кто-нибудь еще. А Цивы будут использоваться только новые. То есть, это Бирма, Малайцы, Вьетнамцы и Кхмеры. И участвовать будут The Viper, Dagao, Daoud, Slum, Fire, Nikov, Riot и Tadah. 8 блестящих игроков, которые покажут невероятную игру. И я думаю, что это будет классно. Мне кажется, они просто конвейер врубили после Фагота на Африканцы, Азия, Вооми, Индокитай. Ну, не знаю, не знаю, врубили, не врубили, но пока что меня это радует. Так что, как-то так. Так, если после патча игра не запускается, на официальной страничке с теми написано, что делал. Там надо переименовать exe-файл. А, ну вот, спасибо, Вернер. Далее, смотрите, у нас будет проходить это все в режиме Double Elimination. В выходные, к сожалению, не пустили нас в прямом эфире Венча, не будет. Ну, ладно. Не будет так обидно, если он проиграет. В общем, Double Elimination. Первый раунд и второй в формате Best of One. Полуфиналы в формате Best of Three и финал в формате Best of Five. Игры будут проходить по вечерам, возможно, даже поздно ночью по нашему времени. Поэтому, я думаю, даже хорошо, что мы будем смотреть это в реплеях. Я попрошу Zero Empires кинуть мне реплеи эти после того, как они все отстримят. Это будет очень важно. Так что, как-то так. Что ж, друзья, я думаю, что на сегодня мы с вами закончим на этом. Потому что презентация наша подходит к концу. Я приглашаю всех к просмотру этого турнира, потому что это новые нации. Это интрига, это интереса. Ну и к просмотру, я думаю, что в Age of Empires HD у нас будет тоже несколько стримов на эту тему. И еще одно объявление. Завтра, я думаю, мы объявим конкурс в группе по Age of Empires. А именно, если быть более точным, в этой группе. Я готов разыграть среди фанатов игры, что называется, пардон за тавтологию, парочку ключей по Age of Empires этому самому дополнению. Правила будут простые и так далее. Так что, в этом плане вы, я думаю, разберетесь. Вступайте в группу, это будет обязательное условие. И не пропустите розыгрыш. Я между тем с вами прощаюсь. Касательно прохождений. Касательно прохождений. Так, Винч, пусть дальше везко играет. А видео покажи, я скинул. Блин, оно, во-первых, улетело. Во-вторых, а что там было такого? Так, а, вот это видео видел. Что там за видео-то? А, понял, шикарно. Сейчас покажем. Покажем, да. Спасибо, что скинул. Итак, в общем, вступайте в группу. Спасибо большое, мистер Муну, за поддержку. И я думаю, что подписывайтесь на мой канал. Мы будем смотреть обязательно за развитием турнира. До свидания, друзья. С вами был Грин. Оставляю вас наедине с этим самым, этим самым видео. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»